Дома по федеральной программе «Жилье для российской семьи» начнут возводить уже в декабре. Такими планами поделились в Министерстве строительства края. В Черте Красноярска определено три участка, где появится жилье для льготников. Площадка рядом с Новолэндом, Нанджуль Солнечный и Солонцы-2. Но если по первым двум проектам все понятно, стройка там уже началась, то по последнему много вопросов. Кто именно будет возводить микрорайон и вообще успеет ли его завершить к 1 июля 2017 года? В ситуации разбиралась Наталья Истомина. В микрорайоне Нанджуль Солнечный вовсю идет монтаж подъездов. Здесь планируется возвести 20 многоэтажек. На этапе строительства квадратный метр стоит 35 тысяч рублей. Но приобрести квартиру по такой льготной цене смогут только участники программы «Жилье для российской семьи». Это 18 категорий граждан, в том числе многодетные семьи, жители аварийных домов, инвалиды, бюджетники, военные. Первый дом строители планируют закончить уже в следующем году. У нас в микрорайоне запланирована вся социальная структура, включая школу, детский садик. И на сегодняшний день в бюджет уже обсуждается привязка и школу, детского садика в этом микрорайоне. Видимо, школа будет пользоваться и ближайше. Там есть школы. А детский садик идет разработка, в том числе проекта в этом микрорайоне уже. А вот на другом участке Соланцы-2, где также должно появиться жилье для льготников, пока чистое поле. Изначально аукцион на его застройку должна была объявить мэрия Красноярска, но его отменили. А недавно стало известно, что площадку передали в распоряжение Краевого фонда жилищного строительства. Официальная причина – слишком большой объем работ. Ведь необходимо будет построить почти 270 тысяч квадратных метров. Именно фонд и будет выбирать компании, которые займутся этим. На сегодняшний день ведутся переговоры со многими строительными организациями. Мы постараемся консолидировать здесь всю строительную индустрию города Красноярска. С нашей точки зрения это будет являться еще и такой своеобразной антикризисной мерой, которая позволит нашим застройщикам города Красноярска сохранить свои производственные мощности. Между тем, бизнесмены говорят, им невыгодно строить в Соланцах-2. Сейчас-то фактически голый участок без инженерных сетей. А чтобы проложить их, потребуется значительно больше средств, чем готово компенсировать государство. Сегодня нам стало известно, что сразу две ресурсоснабжающие организации СГК и РТК не против проложить сети. В проекте схемы теплоснабжения города Красноярска предусматривалось, что этот район будет обеспечиваться теплом от объектов сибирской генерирующей компании. Но мы все знаем о том, что министерством энергетики проект схемы был направлен на доработку. И сейчас проектный институт дорабатывает схему теплоснабжения. В ближайшие месяцы Краевой фонд жилищного строительства должен выставить участок Соланцы-2 на конкурс и определить подрядчиков. Поскольку до середины декабря все они должны получить разрешение на стройку и приступить к работам. В противном случае появляется серьезный риск не успеть к назначенному сроку. По программе «Жилье для льготников» должно быть построено до 1 июля 2017 года. Наталья Истомина, Дмитрий Комаров, Владимир Фетисов, Сергей Раков, 7 канал.